Говорят, если вы во что-то не верите, это не значит, что этого не существует. Трое школьников, Катя, Борька и Федя, даже представить не могли, что столкнутся с самыми настоящими инопланетянами. Совершенно случайно они становятся свидетелями похищения НЛО учёных. В их руки попадает диск с секретными файлами, которые они вскрывают и приходят в ужас. На планету Земля через несколько дней планируется нападение пришельцев. Теперь ребятам предстоит найти способ, чтобы спасти земля от захвата инопланетян. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как трое школьников, преодолевая свой страх перед опасностью, всё же находят в себе силы, чтобы противостоять инопланетным захватчикам. Чтобы узнать, как у них это получится, прочитайте книгу «НЛО прибывает по расписанию», которое написал Дмитрий Емец. Дмитрий Александрович Емец родился в 1974 году, выпускник филологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук, член Союза писателей, автор многочисленных книг и музыкальных спектаклей для детей и подростков. Дебютная книга «Повесть. Сказка. Дракончик. Пыхалка». Наибольшую известность автору принесли литературные сериалы «Таня Гротер» и «Мефодий Буслаев», а также произведения в жанре фантастики и фэнтези для подростков, «Тайны звездного странника», «Сердце пирата», «Город динозавров» и многие другие. Читателям нашей библиотеки представляем книгу Адели Амраевой «Футбольное поле». Адели Амраева является финалистом международной литературной премии имени Владислава Крапивина. Данную книгу мы бы порекомендовали почитать и подросткам, и родителям, поскольку в данной книге отражается взаимоотношение родителей, детей, взаимоотношение подростков между собой, и те проблемы, которые возникают именно в подростковом периоде, в период взросления, как раз-таки описаны в данной повести. Аделия Амраева окончила Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана, преподаватель немецкого и турецкого языков, была участницей седьмого семинара молодых писателей, пишущих для детей, и десятого форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Для героя этой повести, десятилетнего мальчика по имени Дима, футбол является жизнью. То есть для него футбол это все. Он мечтает играть в финале чемпионата мира, и обязательно хочется ему, чтобы этот матч посмотрела его мама. Но мама, к сожалению, против того, чтобы ребенок увлекался футболом, она ему всячески запрещает играть в футбол, записывает его на танцы, заставляет его заниматься плаванием. А все потому, что отец мальчика, который с Димой не живет, оказывается футболист. И вот именно поэтому мама против того, чтобы Дима занимался футболом. Ну, о том, как Диме удается решать все трудности, о том, как ему все-таки удается переубедить маму, вы сможете узнать, если прочитаете эту книгу. Дима